Ну что ж, почти 11 часов в Москве, мы смотрим третью карту Fantastic Five и Bait. Bait удивили после первой карты, смогли оправиться после вот этого лива почти всей команды с неудачнейшей первой карты. Вторая карта пошла по противоположному сценарию. Легкая победа, до 30 минут ребята закончили игру. Antimag не успел себя проявить никак, и по факту 0-5-0. Antimag всю игру фармил, и в конце просто, когда уже был шанс, что трон сгорит, написал GG Dream. Ну и очередная карта. Здесь, наверное, из интересного появление Акса для Близзи. Это, наверное, главный его герой, его карьера в дисциплине Dota 2. Всегда ассоциация, где Близзи, там ты вспоминаешь Акса, его врывы, его колы. И пара героев крутая. Пак Акс, два кора берут, Fantastic Five. Очень метовые, очень крутые герои. Да, пожалуй, тут сложно с тобой спорить. И в целом, вот, тяжело, очень тяжело что-то говорить о пике. Единственное, что ты можешь, наверное, сказать прям негативного о том, как стадия драфта начала развиваться, это если кто-то взял, например, Абадона Террорблейда, а кто-то против этой связки взял, например, Шедо Демона какого-то, и ты сразу можешь сказать, ууу, как так, типа, почему вот так вот получается. Хотя, на самом деле, а как иначе? Ты на первой стадии банов, очевидно, там выбираешь немножко других персонажей, вот. И патч у нас уже должен, ну, как бы, по-хорошему, конечно, сегодня уже, да, закончиться, потому что компендиум должны закрыть, и сразу вот желательно, чтобы патч выпустили. Но, скорее всего, вот Ярик говорил, что где-нибудь там 19-го, 20-го числа логичнее, наверное, знаешь, вот в пятницу, я думаю, патч выпустить, потому что пятница, ну, как бы вот люди приходят там, да, у них у кого-то там короткий рабочий день, у кого-то нормальный, но, тем не менее, приходят люди, выходит большой патч, в субботу, в воскресенье ты можешь, там, поиграть немножечко в доту, посмотреть на этот новый патч, это было бы логично, да, там, например, 20-го числа этот патч выпустить. Но, как Valve писали в своих апдейтах, in a few days, in a few days на языке Valve это может быть очень много, вот, и не факт, что он выйдет вообще даже на этой неделе. Вот, а к чему я это говорил-то все? А к тому я это говорил, что пикать-то уже практически все более-менее научились, и вот так посмотришь на трех героев команды Bait, ну что, плохие герои? Да как у Двинг Виверна, ну, а что не так-то? Хороший саппорт и хороший хардер. У Fantastic Five, ну, тоже классные персонажи, ну, можно только их сравнивать друг с другом, например, Акс, который пойдет на сложную линию у Fantastic Five, его, ну, считается, что Виверна слегка подкантривает, да, потому что она может, ну, когда Акс делает билд через манту и шарт, она может дать курсу, например, в кого-то, и эти иллюзии будут бить, ну, сам понимаешь, да, другого героя. Ну, вот, я, кстати, не знаю, как там вот эта механика прокруток работает, скорее всего, прокрутки, не знаю, мне кажется, они не дамажат, вот, ну, короче, ладно, это типа другой вопрос. Суть в том, что колл Акса, за который он пытается убить героя, Виверна подкантривает достаточно сильно двумя скиллами, и курсой, и колдом рейсом. Вот, если это Акс, который делает блейдмейл, то тут вообще без шансов, да, ты прыгаешь, даешь колл, нажимаешь блейдмейл, а герой тебя просто не бьет, потому что он в колдом рейсе стоит. Еще и при этом хилится, и ты, ну, твои тиммейты в него не могут нормально урона влить. Вот. Пак — это хороший персонаж, но ДК его типа подкантривает, если ДК в итоге в мид пойдет. Но тут в мид пойдет Лина, и Лин — это тоже достаточно сильный персонаж, тем более Дэнзи на линии играет отлично. Как раз мое последнее хорошее удачное воспоминание о карьере Даниила Ишутина, связанной именно с этим героем, как раз сегодня в начале, помнишь, в матче я тебе рассказывал, как он там на каком-то туре против фнатиков разваливал на линии там с двумя рапирами с мид или что-то типа того. Вот он, по-моему, ту игру выиграл. Мне уже тяжело вспомнить, потому что это было очень давно, но вот что-то такое вот в памяти у меня есть. Дэнзи на линии играет хорошо. А Фантастик Файв забирает Спектру, герой, который так периодически у нас начинает залетать, хотя мне не совсем понятно. Хотя что мне не понятно? В принципе-то понятно. Что-то Б, Луна, ПЛ в банах. Что еще пикнуть против ДК на линию? Урсу что-то никто пикать не хочет почему-то. Не знаю, мне кажется, сильный герой с диффузом с каким-нибудь. Тем более такой у тебя саппорт, дизраптор на лайне. Ну ладно, захотели сыграть Спектр, и Дрим на Спектр тоже играет. Довольно умело. Ну и бейтом нужно будет придумать какого-то кэри, который типа против Спектры хорош. И хорош еще на линии против Акса в комбинации там с Виверной или с Худвинг, я пока не знаю. Но я думаю, что на Виверне будет Кингар играть. Пойдет, наверное, тоже в топ. И у нас вообще могут быть варианты здесь. Вот Урсу как раз в Фантастик Файв убрали, тут убрали Мирану под Акса. Да, тоже сильная линия получилась. Аскольд получается у нас три катки подряд на паке отыгрывает. Ласт пик Рубик для Джеймса. Хороший вариант. Редко, кстати, вижу Рубика. Хотя когда-то это был такой классический саппорт четвертой позиции. Классическая четверка, да. От Кентавра мы помним, когда Кентавр еще пикался постоянно. Да, были времена. Ну, это классный персонаж. Ждем, ждем. Когда-то патч выйдет. И мы ожидаем, что патч будет глобальным. И у команд будет много времени подготовиться. И ESL, скорее всего, хотелось бы видеть на новом патче. Это вообще было бы круто. Так он будет на новом патче, да. Там же, по-моему, как раз говорили, Monkey King появляется. Это тоже, видимо, одна сигнатура к Ватсона. Ну, любопытно. Ну что, посмотрим, что там за коэффициенты от наших корешей. Есть они там вообще? Есть, есть. Кореша GGBT 1.55. 1.55, Фантастик Вайф. То есть уже не такой фаворит, как все было до начала матча. До начала матча на бейт, по-моему, выше трех было, ты говорил. Или в этом районе. Ну, конечно. После такой второй карты тут уже нет ощущения, что Фантастик Вайф стабильный. Потому что, ну, провалилась карта по всем фронтам. Аскольд первая карта идеальная. Вторая карта. Мы его не видели. Но на третьей посмотрим. Пак против Лины. Лина — герой универсальный. Лина — герой, который почти любого может на миде так получиться, что и вынести. В том числе и пака. Так что у Дэнди все шансы снова на этой карте себя проявить. Да, да, да. Драфты хорошие. Да понимаешь, у них на первой карте драфты тоже были плюс-минус неплохие. Но просто вот они прям совсем из рук он плохо сыграли. Там можно было и камбэкнуть, и линии лучше отстоять. Все было можно сделать, и было бы попроще играть. И может быть, они бы ее проиграли бы, эту первую карту. Просто не с таким треском. А вот если взять вместо игроков команды Bait на тех же самых персонажей, посадить игроков Spirit, например. Ну, я сомневаюсь, что было бы то же самое. Соответственно, не в драфте проблема. Поэтому, да, да, вот третью карту будем мы сейчас смотреть. И сможет ли Даня... Вообще, любопытно, я за статистикой вообще редко когда слежу. Как вообще у Bait WinRate за последние 10 матчей? Любопытно было бы узнать. Где-нибудь эту стату. Ну, да ладно. Будет ли это, короче, сенсация, если они что-то выиграют? Я вот к этому... Больше. Ты имеешь в виду стату на этом турнире? Или... Не-не-не, вообще, вообще в целом. Ну, за последние месяца два. Там, грубо говоря. Сколько там на них матч выиграли из последних 20 своих? Ладно, я думаю, неважно, сколько матчей они выиграли. Главное, что я куплю их бандл. Слушай, ну, там некорректно сравнились, потому что они открытые квалификации играли. И там уже винрейт, соответственно, повышается. Ну, из более-менее... Короче, формат матчей закрытой квалификации выше. Тут, походу, сейчас будет возня. Ой, ну, хорошо. Идеальная цель. Спектр, стан, если еще и заберет ФБ тут. Каким-то образом, Дэнди. Но забирает Ватсон. Аскольд разменивается. Это, может быть, не конец. У Дэнди откатывается стан через секунду. Близи уходит. Дэнди слишком... Медленный под даггером Спектры. Но это ФБ для Ватсона. В любом случае, это уже приятно. И там тут же... Тут же Манки Кинг везет Курьера с Орбу Феном. Ага. Со старта, да? Неплохо будет. Две веточки. Стики. Фейрик. Топорик. И еще и Орбу Феном. И ребята остаются тут. И, слушай, может быть, даже будет шанс. Здесь это Скайджерт подходит близи. Близи. Все нормально. Контролит ситуацию. Полетела Винтер Виверна. Ломает здесь Кингер Вард. Ну и начало убейт крутое. Круто они тут все сделали. Драгон Найт воюет с Дизраптором. Опасно может быть Дизраптор. Слушайте, Дизраптор медленный. Он медленнее, чем Драгон Найт. БЗЗ тут, может быть, в слепую зону пытался уйти. Но в итоге Драгон Найт понимает, что... Если он просто будет бежать, он застанет еще раз и убьет. Да, да, да. Стан. Дизраптор развернулся. Тандер Страйк дает немножко преимущества побегать по кругу. Пипец как много времени. Он сейчас же еще и задинается. Ему хватит на одну тычку, по идее. Ой, ой, ой. Нееет! Вот это обидно. Да, если бы он забрал, то по факту это компенсирует ту самую пачку, которая возможно. Сейчас Драгон Найт пропустит. Это очень плохо для ДК, если что. То, что он вообще... Ну как, ну что значит очень плохо? Ну тут белка стояла, фармила. Ну просто это мем. Ну да, это неприятно, понятно. Плохо, когда ты там умираешь. У тебя телепорта нет и ты на линии можешь... Ты приходишь, а враг уже на левел 3, да? Да, да. Вот это плохо. Так просто очень неприятно, что ты столько времени бегал. Обидно. Но с другой стороны, Фантастик Вайф Шоколаде. Дизраптор ресурса восстановил. ВЗЗ на линии. И Тандер Страйки снова готов спамить. Вот этот закуп Дизраптора неприятнейший. Да, у тебя там миллиард манго, и ты нажимаешь одну кнопку и очень сильно душишь. Тебе больше, в общем-то, ничего делать не надо. А когда Тандер Страйк становится второй, то там уже можно пытаться и убивать. Так, ну что, Лина Пак. Тут, наверное, не стоит ожидать от того, что Пак будет доминировать, как на первой карте над инвокером. Как я и говорила, Лина, герой стабильный, универсальный. И почти в любом мачапе оказывается сильнее. У тебя есть нюк сильный, чтобы крипов добивать и харасить постоянно. У тебя дальность атаки сумасшедшая. Ты с километра стоишь и стреляешь. Не каждый герой может с тобой размениваться тычками. Акс что, кушает пока контент? Я смотрю, что тут он с крипами пока не особо контачит. Не особо дружит с крипами? Ну, манки кинг сорбов вены, понимаешь, артик бёрн и всё. А МК вообще как по контре-то против Акс, мне вот любопытно, он его контрит или нет? Мне кажется, Акс настолько универсальный герой, что он почти любые мачапы стоит. То есть, вот он сейчас, например, если дофармится до колечка сначала, а потом купит вангуард, я не знаю, мне кажется, Манки Кинг его не выгонит. Ну, я просто не видел таких, ну, типа, игр, мачапов. Мне сложно очень отсудить. Ну, блин, тут Акс, Рубик, они должны, они хоть как-то это должны выстоять. То есть, они не простоят, как Брюмастер ту игру, помнишь? Вот первую самую. Джеймс пытается уйти, аксик бёрн его сильно замедляет, палки нет у Ватсона. И бежит он обратно на линию, там, полоскитит, динаит крипочков. Ну, вот и ещё умудряется Бризи тут сверху накидывать. Периодически. Ну, Ватсон опытный на Манки Кинге. Тоже понятно. Если он сказал, парни, пикните мне МК в Акса, наверное, он что-то знает. Моё такое предположение, чисто. Да, тут ещё придётся потом против Дизераптора играть. Ты не всегда сможешь на ёлочке упрыгать и уйти от атаки. Тебя будут возвращать. Тебя Кинетик Филдом смогут светить. Тоже Дизераптор такой герой. Под него всегда там, мы видели даже бан Лайфстиллера, потому что там Лайфстиллера Джаггернаута даже, думаешь, может быть, взять, чтобы не париться, что тебя будут разом глимсовать в поляну. И там Акс тебя будет принимать. Короче, я думаю, мы это ещё увидим. Мы увидим, как Дизераптор будет опасен. Пока уровень 2. Гоняет Драгонайта. Гоняет Худвинг. О, Драгонайт забирает пачку крипов тут. 5 крипов. И всё, это сейчас ДК зафармит. Немножко разминаю Дрима. Дрима нет больше расходников. Аксу убивают. Всё же. Ну, убивают его только потому, что Рубик уходил. Рубик уходил там, возможно, стакать. Ага, есть стаки Эншентов. И тут же Акса приняли под замедление Сорбофеном, под Артик Бёрн замедление. Тут, конечно, ошибка исключительно близи, что он так неаккуратен. Оказался. Доминация на миде. 27 крипов на 10 днф от Дэнди. И вот-вот появится ультимейт. Поставил сентри. Но тут никакого вижена не обнаружено. И рядом ещё и под контролем Труну. Ну всё, Дэнди пока всё в шоколаде. Тут вопрос, как он дальше будет двигаться, как он будет реализовывать вот появление того же ультимейта. Либо к нему кто-то придёт. Вот Худвинг вроде как рядом. Сейчас пока сделает с айстаки. Оргон Найт. Вторая пассивка. Стики. Ну всё, его с этого лайна уже не выжимал. Похоже, да. Даже Тандрастрайки в 2 уже тут не особо изменить ситуацию. Спектра, наверное, не самый идеальный герой для того, чтобы прям вот так и выходить. Был бы тут какой-то же гернал. Ну давай, стан есть в ответ. Ещё и немножко повоюют в ответ. Ну, понятно, понятно. Вот так и будет происходить. Но это при ситуации, если Худвинг рядом. Если Худвинг не будет рядом, возможно, Дизраптор будет посмелее. И даже сам будет своими там ручками пытаться как-то носить урон. В чём дело? Если ты не делаешь вот тех вещей, которые делают Фантастик 5 сейчас, то ДК стоит на полных ресурсах, апает там 5-6 уровень и всё. И ты просто уходишь с линии. А если он стоит не на фуллах всё время, если он хотя бы ману тратит как-то и стоит там на половине стека, то хотя бы ты как-то можешь с ним совладать, к крипам подходить, что-то прокачивать. Но там убил у нас Ватсон Рубика. Близзи пытается в ответ подрезать Виверну, которая пришла, запалила стаки, поставила сентри, причём прямо на глазах у Близзи, вот так вот нагло. Мол, берите, покупайте сентри, идите это деварите. Тратите своё время. Кингер, кстати, пытается выжить. У него Арктик Бёрн появится через 3 секунды. Кол попадает. Телекинез должен быть. Арктик Бёрн нажимается. Кингер умрёт 100%. Вопрос, насколько много времени выиграть. Стики жмёт. Чё, выжили? Ещё один тик всё-таки. Не, ну горел тебе. Но это было бы красиво. Это был прям хайлайт. Но не рассчитал. Не рассчитал. Там по тикам было понятно. Ну зря он так сделал. Ну ладно, окей. У него Манки Кинг на фулл фрифарме стоит. И похоже, что прийти к этому Манки Кингу и, ну типа, объяснить ему, что он неправ, я так понимаю, у команды Фантастик Файв не выйдет. Вот. И поэтому, поэтому то, что Виверна умерла и нет у неё телепорта, это, ну в общем-то, вообще не страж. В целом. Правда, если бы был с телепортом, можно было бы Доньке забузить Боттл. Вот. Я думаю, Даня был бы рад. Он очень любит, мне кажется, когда внимание его саппортов на нём концентрируется. Как я слышал по рассказам людей, которые с ним играли. Ну по этому поводу даже были иногда какие-то в комментариях, скорее критика, что вот все играют на Дэнди, забывают про остальных. Но пока, вспоминая предыдущие карты, Дэнди скорее так сам по себе действует и сам пытается перемещаться. Но пока никаких смещений. Сейчас в этом патче с точки зрения макро есть объективная динамика, как тебе играть на четвёрке. То есть можно прям гайд написать, что тебе делать. Там нет такой вариативности, как, например, помнишь патчи, когда Бубоко на Рикимару овнил челов всяких разных. Вот тогда была вариативность на четвёрке. Ты хочешь, можешь стоять в линии в крипах на четвёрке. Хочешь, можешь крипов выпулить. Хочешь, можешь мид зароумить. Хочешь, можешь на сейфлейм прийти, там попытаться большую агрессию оказать. Так ТК у нас умрёт сейчас здесь. Ватсон приходит в топ, попытается разменяться. Желательно, конечно, на спектру, но его БЗЗ глимсует обратно на линию. Иди, браток, качайся дальше. Крипов бил, иди, бей. Соответственно, ещё хотя бы пару минут. Так вот, возвращаясь к геймплею. Грубо говоря, играя на четвёрке, ты не имеешь права оставить своего хардера и пойти, например, на сейфлейм, там попытаться что-то сделать. Только если это не какой-нибудь тимбер, которому он вообще ничего не сделает. Либо там просто какой-то совершенно беззубый кэрри стоит, который твоему хардеру ничего не может противопоставить. Там какая-то специфика матча. И ты не можешь пять минут играть на миде по той же самой причине. Ты на четвёрке привязан к своей харде. Вот что-то ты там обязан делать. Там может крипов выпулить, что-то стакать. Или там какие-то рисунки. Но ты играешь на четвёрке строго на сложной линии. Строго. Там есть исключения, но они крайне редки. И больше это ранкет матчмейкинга какого-то касается, чем Кэптанз моды. Проблемки могут быть здесь у Ватсона. Он попытался подгенчить здесь кого-то, сидя на дереве. Но в итоге подгенчили его, и тут Хаунд, и Коэл, и всё выдали. И ещё дабл дэмэдж был у пака. Сюда даже Близзи телепортировался. Вот и поэтому даже если четвёрка там хочет поиграть на Дэнди, она максимум, что она может сделать, выйти руну подконтролить. Всё. И то там на каком-нибудь Сёрд Спирите разве что это можно сделать. Или там на Братруме. Не знаю, когда Братрум вообще в последний раз видели. Напали на Дизраптора. У ДК активирована форма. Дизраптор отсюда не уходит. Никак не уходит. Аскольд ещё с ДД идёт, и там еле живой Худвинг. Поэтому можно как минимум Драгонайта убить. Да, ДД реализовано идеально, потому что Аскольд изначально с ДД, мы помним, убивал Манки Кинга. А Ватсон уже здесь. Он уже вернулся. Готов мстить. Правда, непонятно пока чем. Нужна будет поддержка. Дэнди без маны. Травеласи в кубе купил. Пытается стаки фармить. Но так выглядит забавно. Но стаки этим Лина одна не выфармит никак. Ну что, пока равная карта. В отличие от того, что мы видели на первой и на второй, здесь нет перевеса. Пока ни с одной, ни с другой стороны. Спектр качается. Манки Кинь качается. Миди Ред стояли также на равных. Нет перевеса никакого. Нет активных гангов. Хотя ладно, у Пака 4-0-0, наверное, будет неправильно сказать. А Скольд тут почти единственный, кто ее убивает. Так уж получается. Что-то может быть на топе. Тут много героев оказывается. Рубик прыгает. Рубика связали. Манки Кинг прыжок. Полка. Есть или Кинез может застанить. И Худвинга. Но тяжело было понять, где он находится. Погоня за Джеймса. И Муэватсон своей палкой. И достает тот Джеймса. Джеймс убивает Акса с Блинкдаггером, с Вангардом. Спектра с Блэдмейлом. Ну да, естественно. Дрим сейчас пойдет стаки фармить. Если какие-то стаки остались, еще нет. Все уже выформлено. Аксом. Башня на топе падает. Возможно ли размин? Да, вполне. Близзи с Катапульту тут работают. Но приходит Кингер. Кингер с другом. ТСА также прилетает. И Худвинг что? Ультимейта нет. Ну, без ультимейта, конечно, тяжело здесь будет вдвоем. Виверна. Удары по дриму. Прыжок от Близзи. Винт Виверна в ловушке. Блэдмейл активирован. И Кингер никуда не уходит. Но много отдают. Фантастик Вайв здесь здоровья. Много телепортов. Такое интересное желание позащищаться до конца. О, тут уж ничего не поделать. Башня упадет. Так еще и Фантастик Вайв могут подловить Дэнди. Дэнди уходит далеко. Видите Сэ. ТСА. Даггер получил замедление. Есть. БЗЗ глимсует. Ну и тут вопрос только, кто получит фраг, получает фраг. Джеймс. Фейтболт в 4 дает. 5-7 счет. Коэффициенты. От Джи-Джи-Бет. 1-4 на Фантастик Вайв. И 2-81 на Бейт. Они не поменялись. С начала третьей карты. Хотя в целом-то не сказать, что у команды Бейт прям все плохо. Здесь Лина огромная. Лина первым слотом БКБ собирается приобретать, что безусловно правильно. Ну я так понимаю БКБ, да? Коэл, чтобы проконтролить Аркин. Ну тут врывается ДК, но тут врывается Спектра. Рубик ворует Драгонслейв и Лина умирает. Вообще Рубик становится очень опасен. Драгонслейв плюс Фейтболт в 4 это очень больно. И вот снова тот самый позабытый, ну мне так ощущается, позабытый Саппорт Дизраптор. Который просто имеет свой шестой уровень и в общем-то больше ничего. И насколько много он делает проблем. И в соло-атаках, и в случае драг, насколько много от него неприятностей. Ты реально там в кольцо с Татик Штором оказываешься и все. Для тебя закончена карта. И тут особо даже Винтер и Виверна не помощник в таких ситуациях. Круто. Круто. Это мы еще будем видеть моменты, где Дизраптор будет там глимсовать того же Манки Кинга. Или того же Лину, который будет на Трэвеллах прилетать в Драку. Это уже один раз мы видели. В случае с Ватсоном. 5-9 счет. Фантастик Файв. Идут 2000 золота. Мне кажется, пока все идет по их сценарию. Спектр фармит. Спектр. Все классно. Манки Кинг пока чуть пассивнее. Покупай я тебе Дефюзл Блейблером золотом. Наверное, хочется чуть больше видеть Дэнди в игре. Пока он много фармит. Такое ощущение, что мы даже ни одной лагуны еще не видели. Пора. Тот же Дизраптор, тот же Рубик. Очень тоненький. Их убивать. Одно удовольствие. БЗЗ в ловушке. Тут за ним полкоманды бежит. ТСА разгоняется. БЗЗ. Шанс спрятаться в лесу практически отсутствует. Никак. Хотя, кстати, поляну расстилает. А команда рядом, смотри. Хаунд от Спектра. Может, тот же выжигает, еще и поубивает. Смотрите. Подцепили ДК. ДК, я так понимаю, отсюда уже сам никуда не уходит. Вот так вот побежали за пятерочкой. Скажем так, БЗЗ настолько классно. Он уже мог просто ультимейт нажать в панике. Но он прям все идеально сделал. Кольцо мгновенно дал. Со статик штормом. А это остановило противника, который не мог добежать. То, что там статик шторм урона носил, не так важно было. Круто. Минус два. Драгонайта убили. Еще и Виверна на ходе. Дримкоил. Телепорт отменяется. И Виверна никуда не уходит. Минус три. Как говорится, на ровном месте. Ганали за пятерку, которая там сколько? Ну, 140 золота бы, наверное, получили бы за Дизраптора. А в итоге ребята потеряли трех игроков. Ну и суммарно где-то тысячу Фантастик Файв в этом моменте заработали. Массовый телепорт на мид, атака Дизраптора, Лагуна, Дэнди разозлился и отомстил. За всем. Жестко прям захейтили. ДК особо не развивается, к сожалению. Вот он на своей линии постоял, разрушил там вышку, начинает сейчас бегать по карте. Сам особо ничего не фармит. А Акс при этом качается. Причем качается очень жестко. И мы видим, что он делает как раз билд через Манту Шард. Не, ну в принципе, играя против Виверна, это, наверное... Да, да, не наверное, это точно. Билд более рабочий, чем через Блэйдмейл. Ну, потому что Блэйдмейл контрится и Виверна полностью. А вот этот вот Шарда, Мантовый билд от Акса, он, наверное, контрится не так сильный. Ты, по крайней мере, можешь там какой-то там импакт вообще выдавать. Да и в принципе Акс с такими артефактами, он очень-очень опасный. Его ни в коем случае нельзя недооценивать. То есть персонаж крайне, ну, такой, неоднозначный. То есть там он в лейте очень сильный, контроль сквозь БКБ. Причем он за драку там один-два раза может этот контроль выдать. Ой, тяжело будет. А ДК теряется на его фоне. ДК три уровня ему проигрывает, даже уже четыре уровня. Это вообще немыслимо. Просто что Рубик ворует? Ворует огонь. Снова круто. А, ну не, ладно, огонь не круто. Я думал, это огонь Лины. А первый огонь ДК это... Ну там хотя бы какой-никакой дэмэдж редакшн есть 25%. Так что... Это хоть что. Вообще да. Не забываем, что Лина тоже в каком-то... Она уже сейчас руками бьет больно. Разгоняется по пассивке. ДД. Байт на ДД. Ну это знает. Знает прекрасно. Все бейт, обрывается. Драгонайт, статик шторм. Статик шторм. Ну, даже сложно сказать. Плохой он или хороший. Он вроде как перекрывает проход всем подряд. Глимсует Виверну назад. Но Дизраптора уже не спасти. Минус два. Думали в Фантастик Файв, что они байтят на руну. Оказалось, что тут двойной был байт. И бейты смогли противника переиграть. Упал мид Лина с БКБ. Ну, такой, скажем так, тут несколько пиков силы будет у бейт. Это один из Лина с БКБ с травелами. В общем-то, при качественных кнопках от Дэнди он будет очень много бить. А в ответ ему ничего не сделают. Там только какой-то Акс может доставить проблемы. Но попозже. Все-таки до 20 минуты еще и до шарда далековато. Готовится на миде Смоук, по всей видимости. Ага. Прилетает Рубик Дизраптор. Тут же Смоук. И, по-моему, только что Ватсон пропинговал, что Фейтболт прилетел из пустоты. Так работать Дота не должна. Значит, что-то будет. Да, ждут бейты атаки. И никто на треугольник выходить не должен. Да, Манки Кинг начинает уже прыгать. Манки Кинг с ареной. Арена на готове. Палка попадает в БЗЗ. Летит Кингер. Выстрел от Худвинг. Мимо. Опа. Рубик забирает. Ультимейт Худвинг. Неплохо. Неплохо, кстати. Может быть круто. Тут же выстрел. Убийство Дизраптора. Никак не реализовали даже ворованный ультимейт Худвинг. Не хочет как будто Дрим драться. Как будто он говорит, что надо купить... Ну, хотя бы Сакрит. Хотя толка Сакрита. Надо купить Радик. И вообще игнорить все возможные драки. Сакрит, в принципе-то, дает очень много урона. Не дает каких-то прям крутых свойств. Но 60 дамага там руками побить под замедлением от ножа. Это немало же. Поэтому, в общем-то, да. Правильно говоришь, в идеале, конечно, надо фармить Радианс. Но хотелось бы чуть больше темпа как-то навязать. А это возможно, если как раз вот сейчас прям с Акредом нажать Хаунт и что-то сделать. Ибо фармить еще полторы тысячи золота на этот Радианс или там 1350, если быть точным, это где-то минутки полторы-две. А за это время там как раз Хаунт откатится. Так что лучше реально все-таки где-то Хаунт нажать. Тем более все возможности для этого есть. У Пака Дримкоилл имеется, да. У Акса, в общем-то, Даггер и Коул выдать возможность тоже всегда есть. Поэтому какие-то фраги попытаться поискать Фантастик Пайв прям должны. Ну вот Джеймс, например, в топе стоит. Там фейтбол кидает, как бы так старается, может быть, даже в каком-то смысле неосторожно играть. В опасной точке находится. И бейты на него хотят выйти. Вот он провоцирует соперника на атаку, можно сказать. Ворует. И тут выпрыгивает атак, сразу же минус Белка. И ребята пытаются найти еще кого-то, но тут уже, конечно, бейты все прекрасно понимают. Сейчас Ватсон, правда, увидит Близзи. Забрали Дизраптора, Хаунт пошел. Так, и что за Хаунт? Где Спектра? Спектра пока никуда не прилетает. Прилетает в итоге в Лину. Лина в Клодембрейсе. Виверна с ультимейтом. Опасности Трим. Попытаться хотя бы разменяться как-то здесь. Ну да, размен происходит. Размен происходит. Более выгодный для бейт, естественно. Понятное дело, что Рубик... Ой, не Рубик, а что Фантастик... А, они, кстати, не закончили здесь драться. И еще забрали по итогу Зиверну. Два саппорта плюс хардлейнер на кэрри саппорта. Слушай, нет, это не конец. Там проблема у Ватсона. Все нормально. Все нормально. Нет ничего у пака для фиксации. Ну, Спектра теряет немножко по таймингам Радикта. Но, в любом случае, мы понимаем, в течение минуты Радиенс будет готов. Дэнди впереди планеты всей Панетворсу. Тут мы видим, тут до Дейдалуса-то копеечки остаются. Это будет большая проблема. Философский камень попадает и одной команде, и другой. Рубик уже с ним бегает несколько минут. Теперь, похоже, будет шанс у того же Худвинка. Пока забирает, правда, Кинкер. Эпи денежки он. Много Манки Кинг набрал таких дешевых предметов. Диффуза, сабля. Такой первый прям будет серьезный предмет Блэкинг Бар за 4000+. Активирован Смоук. Бейты идут в атаку. Знают, что у противника нет хаунта. По таймингу чувствуют, что еще много времени. Но Джеймс нет. Джеймс, неинтересно, хотят найти Дрима. Они-то понимают, что к чему. Видели Близзи на карте только что? Не могут решить, куда им идти. Налево или направо в этом лесу. Видите, телепорт. Телепорт интересного саппорта. Ага, БЗЗ даже в атаку сейчас может пойти. По правде-то говоря, Близзи успевает уйти. Глеймс Кингера. Статик Шторм. Вот так вот не жалеют кнопок на, казалось бы, саппорта пятой позиции. Но очень неохотно его избивают. Вы посмотрите, тут два героя бьют. Это саппорты. Выглядит забавно. Колден Брейс есть. Можно спасать. Пака спасает кол от Близзи. Блестящий. Тут даже арена уже от Ватсона. Пака принимает всеми силами. И даже после Колден Брейса его не отпускают. Дэнди в Блэкинг Баре. Добивает Акса. Аскольд живет. Да ладно, он ушел. Ушел на 150 хп. Потому что все били Акса. Особо тогда Аскольда не было. Дело никому, кроме Дэнди. Да, только не забывайте, что драка-то это была без Хаунта Дрима. То есть Радианс-то он там успел дофармить. Но ульта у него была в кд еще 5 секунд. Наверное, могла немножечко ситуация по-другому перевернуться. Если Спектра как-то прыгнула бы в тыл. Там начала Радиансом прожигать саппортов. Но пока да. Пока Лина делает намного больше, чем Пак. Хотя там по КДА вроде бы у них одинаково все. 5-1-3 и 5-0-6 у героев бейт Фантастик 5 соответственно. Просто Лина как-то так по Нетворцу смотрится. Она на 3 тысячи богаче. И это создает, возможно, в каком-то смысле ложное впечатление. Но Дэнди и правда делает очень много в тимфайтах. Смоук от Фантастик 5. У них на этот раз есть ульта на Спектре. Вот арена-то у МК нет еще 30 секунд. Но вот эта проклятая вышка в центре, которую Фантастик 5 в свое время не спушили. Когда это можно было сделать удобно, да. Она очень сильно мешает вот такие вот смоук-выходки вытворять. И сейчас ставится в центре. Так, Спектра должна нажимать хаунд. Прыгает в тыл, пытается убить Виверну. Дэнди нажимает БКБ и терпит. Пока забрали Виверну ДК. В колдом рейсе Рубик находится. Ну, нужна помощь. Стан, что Дэнди просто бегает рядом. Он даже не пытается подойти. Наконец-то к нему идут игроки. Ватсон просто байтит. На Дэнди героев бежит поближе к Дэнди. Но Ватсона добивает Аскольд. Аскольда наказать не выйдет. Аскольд еще и сам тут готов выходить на падение. Чуть-чуть Дэнди, как только Блэкинг Бар закончился, испугался. Не понял, что ему дело дальше. Стан под себя. Все вроде как грамотно. Но Аскольд читает и этот момент. Ой-ой-ой. Это... Набирает. Красиво. Это жесть. Да, и, наверное, ТСА здесь не захотят отпускать. Но на Близзе висит Спирит Весел. Удастся ли попасть из арбалета, не получается. Близзе отступает. 400 китпоинтов у него остается. Дрим тем временем спушил ТР1 вышку. Да, здесь Фантастик 5, конечно, безупречно подрались. Хорошо. И кнопки нажали. И Спектра правильно прыгнула в нужных героев. Манки Кинг без ульты его убили. Рубик там выиграл время ворованным Колден Брейсом в себя. И все получилось вообще так, как надо. Ну и продолжает скач. Дрим. Управляется дальше фармить. Остается пауза. Ну, видите, Дрим из такого героя. Спектр очень пассивный. Становится все опаснее и опаснее. Он уже в каждой драке, мы видим, вгрызается. Он-то, в общем-то, любого саппорта, и в том числе Лин, готов убивать. Пока цель номер один Виверна. Мы видим, как раз за разом именно Виверну пытается найти, понимая, что Виверна может поменять хоть драки в целом там. И Колден Брейсом, и Винтерскерсом. Винтерскерс особо не позволяет давать. Запаниковал Дэнди. БКБ нажал. И дальше не понимал, что делать. И его как-то перекрыли. И Ватсон оказался один. Будь он там с Дэнди, и, глядишь, все вообще по-другому закончилось. О, у Лины остается высокий Нетворс. У Лины в драке не было Дейдалоса. Там был Кристалис и Рецепт. Теперь есть Дейдалос. И Лина будет еще опаснее. Посмотрим, что будет дальше с позиционкой. И желательно, конечно, чтобы Бейта как-то нападали, и Виверна успевала хоть что-то отдать. А то совсем не дело. И Фантастик Вайф идут. Да, мы видели, вся игра там шла. Преимущество было минимальное. Тысяча. Две. А то и меньше. Теперь уже четыре тысячи. Как говорил Форс, что Драгонайт чуть потерялся, так он так и не может восстановиться. В отличие от Акса. Шестнадцатый уровень. По-прежнему разница в четыре уровня. Это еще Акс без Аганимшарда. Как бы. То есть он еще не раскрыл себя на всю мощь. Акс без Акс. Акс без Акс. Акс без Акс. Вопросики в чат. Аскольду, кстати говоря, 20 лет. Я так подумал, что когда Дэнди выиграла International, Аскольду было 10 лет. В реале он в Доту еще играл. Да. Это, конечно, сейчас уже удивляешься такой разницы. Дота еще молодая дисциплина все равно. Именно вторая. Через лет 20-30 это уже будет спокойнее восприниматься. Если, конечно, все это доживет. В футболе это практика нормальная. Я тут думаю, что бывает в футболе, что игрок еще показывает себя на максимуме, а его там сокомандник еще не родился. Конечно, не такая разница. Но радует, что новые игроки появляются. Молодые игроки. 2000 года плюс. Потому что было в какой-то момент лично у меня опасение, что а вдруг у нас больше Miracle-ов-то не будет. Вдруг не будут появляться Miracle-ы ближайшие 5 лет. Ну, вообще, да. Если так вдуматься, это, конечно, забавно. Ну, просто разница, знаешь, между человеком в 10 лет и в 20, она намного больше, чем человеком в 20 лет и в 30. Поэтому, наверное, это так шокирующе и звучит. Дэнди, что на второй, что на третьей карте все равно? Выглядит посильнее своего оппонента на центре? Ну, да. Пока что так получается. Так получается. Но посмотрим. Тут еще, конечно, все не закончено. И для Bait, несмотря на то, что они проигрывают много, остается сильный Monkey King, сильная Алина. У Monkey King просто, как я раньше отмечал, нет дорогого предмета. Все очень дешевое. Ждем Blacking Bar. И, может быть, что-нибудь изменится. Совсем скоро турнир уйдет на паузу. В рамках ESL не будет в Dota 2 Champions League конкурировать как-то по таймингам, потому что тут окон хватает. Турниров-то не очень много. После ESL, скорее всего, намечается окно. Среди тир-1 турниров навряд ли уже что-то мы увидим. Там многие команды должны улетать в Румынию, кому-то провакцинироваться. Ну и в целом, да, это нормальная практика, что команды там за месяц улетают уже на место проведения турнира. Даже без всех этих проблем, которые происходят в последние два года с COVID-ом. Команды улетают. Так что вот эти, я помню, не помню, кто там писал, говорил, что там какие-то команды не долетят. Мне кажется, долетят все. Те же андайинги собирали деньги на буткемпы. Явно буткемпы они должны проводить там не где-то в Америке, а уже непосредственно в Европе. Закрыться в Питером и играть. И не контактировать ни с кем. Особо не хочется потерять возможности выступать на главном турнире года, потому что ты пошел где-то там погулял, грубо говоря, как у нас было там с одними ребятами, если помнишь. Да, да. Тут все-таки International. Тут даже в конце концов ты за последнее место получаешь на команду где-то 100 тысяч долларов до вычета налогов. Поэтому даже в этом плане. Ну и посмотрим, что изменится вообще с экосистемой. Как будет меняться International, потому что 40 миллионов мы собирали. Неужели мы будем в следующем году собирать 50 миллионов или что-то изменится? Ну, это мы скоро узнаем. Ближайшие там полгода-год будут понятны. Все, продолжается карта. Может быть вообще какие-то мажоры будут у нас после? После где-то. Конечно, возвращение легитимных мажоров. Потому что все ведь, и игроки, и даже зрители все, ну игроки в большей степени, и мы видим, почему зрители жалуются, что все играют на один турнир. Так уж получается. Когда были мажоры на 3 миллиона долларов, ну, мотивация была у команд максимальная. И получается, что каждый... В течение сезона постоянно какая-то возня идет, да. То есть, есть всегда зачем посмотреть. Там сразу... Это же провоцируют и решафлы. Решафлы — это всегда интересно. Это слухи, скандалы, интриги, расследования. Это... Ну, плюс еще более крупные призовые фонды. Ну, реально интереснее за этим следить. Я думаю, что мало кто с этим будет спорить. У нас, кстати, ТСА заплатил за комп в компьютерном клубе, вернулся в игру. И мы, наконец-то, смотрим продолжение раша... Ой, какой... Какой статик шторм? И сейчас... Ну, надо что-то еще сделать. Мало. Если есть статик шторм, но нет никакой помощи от команды. Дэнди нажимает просто БКБ. Врывается Близзи! Ху-ху! Ну, Аигис. Аигис валяется. Аигис никто не подбирает. Забирает Кингару. Он его крадет. Но Близзи сделал уже все, что надо было сделать. Остальное уже не важно. Близзи сделал все, что надо. Минус 4 будет. Возможно, минус 5 будет. Там погоня за Драгонайтом. Я уже на Винтера Виверну даже не смотрю. Понятно, что с ней... Не отпустят никуда. И какой-то странный такой выход в Рошана, если честно, от бейт. Прям откровенно... Ну, типа, у врага нет хаунта. И все это дает вам право, вот, как попало идти... Ну, типа, делать все, что вы хотите. Это крайне странно. Там статик шторм и акс. Как вы собираетесь вообще... Тем более у вас нет какой-то темпларки, да? Нет какой-то урсы героев, которые просто пойдут. И в Рошпите, стоя в гордом одиночестве, смогут этого Рошана забрать. Вы должны там стоять минимум МК плюс Лина. А желательно еще, чтобы ДК там стоял этот Анчел. И вы такие... Ну, окей, пожалуйста, давайте юзайте у нас скиллы. Ну, короче, очень странное решение. С их стороны подцепили еще и Драгон Найта. Кинетик работает, нож влетает. И очередной фраг для Дрима здесь. И такое ощущение, как будто после вот этой длительной, продолжительной паузы Бейт просто поплыли. Они вообще сделали полную ерунду на карте. И сейчас упадет очень много внешних вышек. Спектра будет дальше качаться. А как мы знаем, Спектра, она... Один из наиболее таких жестких лейт персонажей. То есть обычным героям ее не законтрить. Нужно иметь что-то специфическое. То есть какого-нибудь ТБ. Или какого-нибудь, может быть, Вайда там с Сильвер Эджем. Чтобы он прыгал, ставил Хрона за Сильвер Эдж и ее пытался убить. Ну, в общем, какие-то такие вот тоже очень сильные лейт персонажи должны быть в твоей команде. Манки Кинг неплох. Сам по себе. Но у него такой низкий темп в этой игре. 11 тысяч с половиной он успел нафармить. И что-то мне подсказывает, что... Темп его увеличиваться здесь уже вряд ли будет. Потому что... Ну, как? БКБ ему надо дофармить. До его блэкинг-бара спектра должен еще один хаунд нажать, как минимум. И к тому моменту, когда у него БКБ появится, спектры уже, может быть, с кадди. В общем, все очень... Все очень нехорошо у Радиент. После вот этого вот выхода на Рошана. Ой, парни два смолка подряд нажимают. Что-то... Такие вот микро-моменты, но они не радуют глаз. Особенно, когда команде Бейчис нужно очень постараться для того, чтобы траку забрать. Близзи, выходит первым. Колот, Близзи, он попадает по самой важной цели. Ну и Лину практически добили. Лина, тысяча хп. Дэнди под Клудембрейсом как-то пытается жить. Дэнди, стан дает. Дает удар по Аскольду, но и тут же умирает от ответного удара. Минус пять. Фантастик файв. Ну, мне кажется, форс близки к тому, чтобы поставить точку уже после этой драки. Дважды сделать... Ну, там, минус пять Драгонайт, это в итоге добили. И еще раз минус пять в размен на одну пятерку. Файт рекап. Ну, тут, естественно, по всему разгром. Разница по урону ощутимая. 12600 против 4800 у Бейт. Ну, вроде как Бейты не замечены, что они сдаются раньше времени, когда у них там Т2 стоят. Нет, они будут играть... До Т4 точно. Лина все еще богата, да? Казалось бы, Лина все еще богата, но есть одна проблема. Это Акс. Который эту Лину контрит, если просто ее находит. Лина вне позиции. Это очень... Хлипкий герой. Титан с ливеру, спектр появляется. Прекрасный предмет. Для любого кора. Ну, и план такой, я думаю, сейчас у Фантастик Пайф. Просто покачаться какое-то время. Дождаться следующего Рошана, забрать его и закончить игру. То есть, как это бывает сейчас у нас. Я вот, кстати, надеюсь, что этот паттерн вообще поменяется. Это самое вот печальное время в доте. И для игроков отстающей команды, и для зрителей, которые доту смотрят. Вот этот вот паттерн, когда вот одна команда захватила большое преимущество. Они просто реально ждут Рошана. Заберут его и пойдут заканчивать игру. И в этот момент на карте от команды Bait сейчас, она... Не знаю, мне кажется, она не в состоянии что-либо сделать. У них нет возможности вот что-то пойти, что-то предпринять. Если они это предпримут, что-нибудь, что-либо, они просто проиграют эту карту раньше. Вот, если они... Ну, то есть, они должны вот именно под второго Рошана нажимать smoke и что-то пытаться делать. Остальное время — это просто вот сидеть на базе и не отсвечивать. И это, конечно, печально. Вот надо сделать что-то такое, чтобы у команды, вот находясь вот в такой ситуации, в которой они вот сейчас, чтобы Bait, короче говоря, у отстающей команды была какая-то вот возможность пойти и что-то предпринять в игре. Ну, вот они пытаются. Напали на Дизраптора. Хаунд, ВКБшка, Лин. Дизраптора забрали. Марки Кинга контролят в этот раз, но неплохой Митерскерс. Чем продолжать? Митерскерс реально неплохой. Посмотрим, может тут арена, что-то получится. Ну, хотя бы Близи добиться. Акса заберут. Неплохо. Но Лину забрали, видишь, в ответ. То есть, прям супер хорошо все сделали бейт. Я, конечно, очень категоричен в своих высказываниях. Супер хорошо все сделали бейт, и они, ну, можно было бы даже сказать, что удачно разменялись, но они Лину противник. Но они Форрес 16 тысяч проигрывают до начала драки. То есть, конечно, тяжело вот так вот ворваться, когда у противника по слоту больше, там, тир-один слоту больше, чем у тебя. Ну, вот реально, а что ты сделаешь вот в такой ситуации? И на самом-то деле, как вот это вот, исправить вот этот вот момент, я не совсем понимаю, потому что, с одной стороны, бейт сделали очень глупо. Ну, и вообще, нужно ли, с другой стороны, сплэйдить бейт, сделали, ну, типа, вот такой выход рискованный в Рошана. Он не сыграл, и после него они, собственно, ну, потеряли возможность как-то камбэкнуть на самом-то деле нормально, да? То есть, это же чисто их ошибка. Никто же их не заставлял в Рошпит идти? Может, все в порядке? Ну, все равно, это, конечно... Ну, надо либо дать тогда возможность команде, которая вот так за эти ошибки наказала, закончить игру быстрее, не дожидаясь этого второго Рошана, проклятого. ДК же на это БКБ. Станк пака. Рубик приходит. Рубик стан в ответ дает. На 500 лет Monkey King отдыхает. Телекинез сверху, у Рубика срабатывает диск. Случайно, скорее, это происходит. У Аскольда есть, Трэмкоил. Крипы его побили. Диск сработал. Так, Дэнди пытается... Рошан Телес минуту. Там минимальный таймер. ТСА здесь смотрит. Вижен какой-то может есть или... Надо его задевардить, если он есть. Monkey King хочет Сильверэш себе следующим артефактом купить. По понятным причинам. По понятным причинам, конечно же. Ну, у Акса уже, естественно, Даггер, Манта, БКБ. Вот-вот уже у него будет БКБ. Собственно. И проблемки будут, как только БКБ-то появится. Он из арены будет спокойненько выбегать. Его там ничем не закрепить в этой арене. Ни станами какими-то, ни замедлением. Он просто нажмет БКБ, выбежит. Либо его надо до БКБ застанить, убить. И в перспективе, конечно, Бейт должны вот через секунд 30 выходить в смоук на Рошана. Потому что если они отдадут сопернику Рошана, это точно ГГ. Прям без вариантов. Враг зайдет на ХГ, а вам просто все поломает. С этим Аегисом. Радует одно, что хоть у Спектры 25 уровня нет. А то она там еще 5% в дисперсии. Это будет просто ужасно. Ну что? Ну все, таймер рандомный прокнул. Минута, там, среднее время. Фантастик файл фармит чужой лес. Фармит свой лес. Ждут, понимают, что противник придет. Тоже прекрасно понимают, что навряд ли Бейт будут сидеть на базе. И ждать, что смоук появился. А то ребята ждали, ждали. И смоук у никого не было в инвентаре. Есть. Есть смоук. Активирован он. Ну, какой вариант? Найти пака в идеале. Это было бы очень круто убить его быстро. Но пак еще такой плотный. Там тут же Спектр отвечает хаунтом. Прыгает Акс. Не факт, что получится. Ну давайте смотреть. Ох, руна ДД. Ох, руна ДД. Врыв на пака. Ну, может быть. Хаунт от Спектры. Очень жирный пак. Получает флу проказ. Получает Лагуна. Погибает пак без выкупа. Рубик ворует Лагуну. Лагуна в ответ по Дэнди Мону. Дэнди убили. Но вот видите, вроде как добили пака. То есть, начало ведь близко к идеальному. Но дальше все идет не очень. Круто. Ватсон. БКБ закончится. Вот-вот. Рубик подходит в спину. Фейтболт на готове. И это минус 5. Ну нет. Все. Все. Бои-то сделали. Лучше сделать тяжело. Вот начать. Убить пака. Не потратить почти ничего там. Реально по минимуму расходники. И все равно проиграть драку. Да. Согласен. Есть у пятерых игроков команды бейт-байбеки. Они могут их нажать. Они могут прогнать команду Фантастик Паев. Тебе пойдут забирать Рошана. Но следующие фраги, они будут уже тогда конечные. Потому что паев не будет. И респауны будут очень-очень долгие. И в итоге команда Фантастик Паев, мне кажется, все-таки должна победить в этой встрече. Но пока смотрим, что нам остается. Башар появляется на спектре. Одну линию забирают Фантастик Паев. Возможно, будет еще одна драка от бейт под Рошана. Все-таки. Ну, видишь, Фантастик Паев тоже. Они не хотят прям убиваться в Т4 вышке. Умирать там, как-то рисковать. Прям слишком сильно. Ну, потому что действительно драться под фонтаном соперника, у которых еще и байбеки есть. Это, ну, сам понимаешь. Потратить все ресурсы на, грубо говоря, какого-нибудь ДК. Он выкупится, придет. У вас уже нет скиллов. Он пару станов выдаст. И вы там много героев очень потеряете. Может, что даже Рошана отдадите. Это ни к чему. Совершенно. Поэтому дождались пака. Можно пойти на Рошана. А можно и напасть на Белку, которую... Я не понял, тут видели на Варде или что? Да, да, да. Вард стоит. А Белка же пришел как раз-таки Девардить. Ага. И TSA указан мгновенно. 26 тысяч перевес. Спектр 24 тысячи нетворс. У Манки Кинга 15 тысяч. Ух. Ну, в Fantastic Five не спешат. Доигрывают эту карту в очень спокойном темпе. Рошан стоит, ждет. Ну и, естественно, бейты уже при таком отставании. И, учитывая, что худвинка нет, даже на этого Рошана не идут. Будут бороться за базу. Желательно и закупиться. Это по-хорошему. Не вижу смысла здесь от байбеков. И все, я смотрю, закупаются. Как могут. Так. Аганим Шард, как я понимаю, у Пака. У Рубика уже до этого момента был. Так, сработан диск. Рубик живет. Ватсон нажимает БКБ. Так, не понял. Он телепорт отменил. Сам. Он подумал, что там кола. Кола не было. И Манки Кинг отменяет телепорт сам. Я вроде как ничего здесь не упустил. А, баш, может быть, был. Может быть, был баш. Ну, не суть. Манки Кинг по итогу мертв. Байбек есть у Манки Кинга. Байбек есть у Драгон Найта. Но при байбеках тут... О каких-то предметах вообще речи не идет. Ничего не появится. Вообще ничего. Даже каких-то там дешевых расходников. А еще и фликер выпадает. Какая же имба. Закономерно. Команда ведет, получает предметы. Как ты говоришь, чтобы закончить. Нет, ну... Я говорю о том, что имбовый предмет выпал. Я где-то читал. Кто-то из игроков говорил, что фликер, скорее всего, удалят. Как было со многими предметами. Да, все это говорят. Что его удалят. Мне кажется, его просто можно на пятый тир переместить. Но вот это... Вот все предметы, которые имбовые, просто в пятый тир. Вот там реально из четвертого, там из третьего тира, если они действительно слишком имбовые. Просто вот в пятый тир, потому что там куча рандомно имбового хлама валяется. Ну а что, баллиста не имба? Там, на какой-нибудь медузе. В том-то и прикол пятого тира, что там супер жесткие шмотки. Если тебе прокнут хорошие шмотки пятого тира, ты можешь прям очень жестко развалить. Тут курсап дизраптора, но у дизраптора и он диск. И, ну, Лина, наверное, должна его пробить. Дизраптор погибает, набрасывается спектра на Лину. БКБ у Лин нет. Хороший форсстав. Сатаник активируется, пытается нанести какой-то дэмэдж, но получает станы и просто не может атаковать. Поэтому лайфстил не работает. И погибает и Манки Кинг здесь. ГГ, Читет Ватсон. И покидает лобби. Но все-таки Фантастик Файв победили. Хотя, слушай, бейты, наверное, до минуты... Ну, что я по графикам посмотрю? До минуты 20-й шли классно. И плюс к этому была богатая Лина. Лина, которая там уже была почти с Дейдалусом. У них были все шансы, если б не вот этот выход на Рошана. Зачем ставить под угрозу? По-моему, вот такие вот выходы на Рошана, которые бейт сделали, они делаются вот в такой ситуации, в которую бейт попали после того, как там допустили ошибку. То есть, когда ты проигрываешь 15 тысяч, ты понимаешь, что... Вот что бы ты ни сделал сейчас в игре, ты, скорее всего, потерпишь фиаско. Ну, пойди, рискни, Рошана забери хотя бы. Вот такой вот мув я бы понял. У них все нормально в игре. У них нет никаких гарантий, что... Ну, там только хаунта нет у соперника. Так вам все равно, я повторюсь. Для того, чтобы Рошана убить, надо втроем, вчетвером в этом Рошпите стоять. А туда и Дезраптор скинет скиллы. И Акс туда может прыгать. Ну, что, собственно, и произошло. И вот эта вот рандомная драка... Хотя она не рандомная. Она, наверное, даже подконтрольная команде Фантастик Файв была. Они там, естественно, подрались. Естественно, ее выиграли. И не повезло только, что Аегис не забрали. Да, там Виверна ее... И этот Аегис свистнуло. Но в целом это никак на обстоятельства не повлияло последующие. Потому что там уже вообще ничего невозможно было сделать. Вот и все. Не стоило так на Рошана идти. Будет наукой. Надеюсь. Ну, да. Да. Ну... Бэйты дебютируют на турнире с поражения. Хотя это была битва против команды, которая, похоже, готова заходить в топ-4. Фантастик Файв 3-1 становится у них в группе. У Бэйт, соответственно, 0-1. Завтра продолжение Dota 2 Champions League. Три матча БУ-3. Начинаем в 3 часа дня по Москве. Приходите на этом же канале. Мы с Форсом начинаем смотреть первые два матча. Так что ждем. Ну, а на сегодня все. Всем доброй ночи. Услышимся завтра. Пока. Пока-пока.